Значит, с завтрашнего дня у нас вступает 664-й приказ МВД в утверждение административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации и государственной функции по осуществлению Федерального государственного обзора за соблюдением участников дорожного движения требует законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения от 23 августа 2017 года. Данный административный регламент полностью отменяет действия прежнего административного регламента 185-го приказа, который был у нас 2009 года. Этот административный регламент более объемный, то есть он уже включает в себя выдержки действующих нормативно-правовых актов. Соответственно, тот был построен на основе закона милиции, здесь уже в основном действует закон о полиции. Ну, какие кардинальные перемены все-таки произойдут относительно водителей и пассажиров? Относительно водителей, там несколько у нас коснется изменений. Это то, что касается остановки транспортных средств. Если у нас раньше должны быть причины выявленные визуальные и так далее, тому подобное, то теперь включили причину остановки, да также проверку документов на право управления транспортным средством, на право владения транспортным средством. И один еще пункт они добавили, то есть теперь сотрудник полиции при визуальных признаках каких-то там выявленных технических недостатков может проверить техническое состояние транспортного средства, также сверить номера двигателя, идентификационного номера, номера кузова. Это основные положения. Также, что еще касается, это оформление дорожно-транспортных происшествий. С завтрашнего дня справки о дорожно-транспортном происшествии составляться и выдаваться, соответственно, не будут. То есть они были предусмотрены, опять же, в 185-м регламенте. А в новом регламенте этого нет. Процесс будет следующим. То есть также будет составляться схема, опрашиваться, у нас будут участники дорожного движения, но извещения, которые обязаны выдавать страховые компании, будут заполняться самими участниками двух экземпляров. И уже на выбор, либо в присутствии сотрудника полиции, либо без. То есть мы, соответственно, знаем, что у нас действует пункт 261, в котором написано, что общие участники дорожного движения могут оформить самостоятельное дорожно-транспортное происшествие. Ну, это вот основные, я бы сказал, такие изменения. При общении с инспекторами водитель все-таки должен покидать салон автомобиля, или он может оставаться за рулем? Согласно нового регламента, сотрудник полиции вправе предложить выйти из автомобиля, проследовать для составления патрульный автомобиль, но не требовать, вправе предложить. Так что это не обязывается водителя выходить из-за транспортного средства. Что касается пассажиров, инспектор вправе затребовать документы и у пассажира, да? Для чего это делается? И что будет, если у пассажира при себе не окажется ни паспорта, ни иного другого документа? Тут, опять же, у нас входит закон о полиции. Сотрудник полиции вправе потребовать документы, удостоверяющие личность, если есть на то основание, то есть для присоставления административного материала, при наличии каких-то ориентировок и так далее, для установления личности. Соответственно, если пассажир нарушать, у нас также есть обязанности, то есть в регламенте уже прописано, что участники дорожного движения обязаны знать и руководствоваться правилами дорожного движения, а также другими нормативными правовыми актами, касающихся безопасности дорожного движения. То есть если у нас есть, что предусмотрено, что должно, согласно главой 5 правил дорожного движения, что пассажир обязан, и там есть его обязанности, в первую очередь там пристегнуть, например, безопасность лекарства и так далее. То есть выявлено нарушение, соответственно, сотрудник полиции или госавтоинспекции требует от него документы для составления административного контроля, то, соответственно, он обязан предъедет. Но если документов нет, то что, на двое суток до выяснения личности? Да нет, конечно, у нас такого и не было никогда. То есть он называет свои данные, его сверяет с базовыми данными. Если не представляется, опять же, возможен составить административный материал на месте, то он вполне обоснованно может быть доставлен в отдел полиции. И Паша, что называется, теперь может скрываться в кустах? То есть не обязательно машину, чтобы было видно там на расстоянии километра двух? Ну, тут он и не был этот пункт исключения, как бы в 185-м регламенте. Также здесь прописано, что транспортное средство с нанесенным цифрографическими обозначениями должно находиться на видимом месте для участников дорожного движения. Но допускается, написано, что при несении службы, фото, видео, фиксации, использовать рельеф местности, какие-то инженерные сооружения, опять же, исходя из служебного задания, то есть не по собственным желаниям экипаж ДПС встает, а из служебного задания командирами подразделения. В связи с тем, что у нас есть регламентирующие документы, которые поясняют, что мы делаем обоснованную расстановку нарядов, в связи, исходя из анализа аварийности. Если у нас где-то на опасных участках дорог происходит большое число нарушений правил дорожного движения или аварийной ситуации, так же там происходит аварий, мы делаем анализ и, соответственно, в целях профилактических мероприятий мы можем выставлять. Вы уже предусмотрели какие-то перестановки экипажей, и пока все остается в прежнем режиме? Это я не в плане того, что я на карте помечу, где будут стоять экипажи. Нет, у нас дислокация нарядов пересматривается еженедельно. То есть делается анализ, мы пересматриваем, делаем дислокацию, служебный план задания, и согласно этому они еженедельно несут службу, исходя из этого. Не исключается возможность корректировки, исходя из оперативной, опять же, обстановки на территории города и района. То есть они могут пересматриваться, так как мы еще и входим в общий план дислокации на территории Назаровского района, и выполняем не только функции безопасности дорожного движения, но и по охране общественного порядка. Насколько я правильно понимаю, сейчас запрещено снимать сотрудников ГИБДД при исполнении, во время общения с водителями? Не прописано это в новом регламенте. Просто убрали со 185-го, где было, что разрешено снимать сотрудников полиции. Его сейчас просто упразднили, так же, как на основании 152-го федерального закона. Ну, то есть, если водитель пожелал снимать свое общение с инспектором на камеру мобильного телефона, ему это никто не вправе запретить? Я не думаю, что сотрудник полиции будет запрещать. Так же, как и сейчас, у нас разрешено сотруднику полиции снимать любую аппаратуру, которая может вести фото, видеофиксацию, звукозаписывающую функцию. То есть, независимо, стоит ли она у вас на балансе и так далее. И так же, наверное, теперь разрешается использовать аппаратуру и также камеру видеонаблюдения, которые находятся в распоряжении муниципальных и каких-то общественных организаций. Приказ, он, я понимаю, веномственный, то есть приказ МВД. И, по большому счету, он регулирует деятельность сотрудников полиции. Но хотелось бы услышать ваше мнение. По сути, приказ отрегулировал и поведение водителей. То есть, насколько нужно простому водителю сейчас взять этот приказ и с ним серьезно ознакомиться? Я бы не сказал, что он так определил поведение водителей. Во-первых, этот приказ, я согласен с вами, он в ведомстве. Но есть федеральный закон о полиции, есть статья 27.2, где четко сказано, что при выполнении своих служебных обязанностей сотрудник полиции должен руководствоваться регламентом. Вот у нас есть этот регламент. Я считаю, что вот этот вот пункт, когда для проверки документов, он более будет просто упраздненен в связи с тем, что он исчерпает эти конфликтные ситуации. Когда начинается разговор, причина остановки, я документы не буду подавать, не имеете права. То есть, это сейчас законодатель, наше ведомство просто упростило. То есть, ну, по сути, все равно водителям стоит с этим регламентом, скажем так, ознакомиться? Конечно, в свободном доступе есть, чтобы не было никаких неясностей, я даже советую его прочитать и ознакомиться. Так как в этом регламенте не только поведение водителей, там много выдержек из других нормативно-правых актов, также порядок обжалования действий сотрудников, порядок поведения, сколько действует у нас там, вступает законная сила. То есть, все расписано в этом административном регламенте, именно то, что касается безопасности дорожного движения. То есть, если водители его прочтут, это намного упростит, я думаю, общение, взаимоотношения сотрудников и участников дорожного движения. То, что, допустим, касается, опять же, проверки документов, наверное, мы все являемся участниками дорожного движения, либо пешеходы, пассажиры, либо водители, и мы должны понимать, что если водитель едет, не имея права, не имея регистрационных документов и так далее, тем более у нас сейчас государство, и для кого не секрет, было маленько у нас провалено, это когда люди там, ну, просто собирали автомобили, да, из нескольких автомобилей один автомобиль и уезжали. Соответственно, данное транспортное средство, оно не может быть небезопасным для других участников дорожного движения, потому что мы им не отвечаем. Если завод-изготовитель выпускает и делает эксплуатационные документации, одобрение типа транспортного средства, что оно является безопасным и соответствует, то такие транспортные средства нужно выявлять и пресекать данные административные правонарушения, потому что это область общественных отношений, в которых есть риск для жизни и здоровья граждан. Я тоже хотелось бы понимать, вот понятно, что незнание закона не освобождает от ответственности, но будет какой-то адаптационный период, хотя бы устно сотрудникам дан, для разъяснения вот этого нового регламента водителям? В частности, там больших изменений никаких не произошло. То, что я назвал, это все остальное, как было, так и есть и правила дорожного движения. У нас есть и мера такая предупреждения, то есть не вынесение штрафа, а предупреждение. Этот регламент, он еще хотел бы остановиться, что он четко объясняет, если сотрудник полиции вас остановил за нарушение правил дорожного движения, то есть он должен водителю или участнику дорожного движения, во-первых, назвать его нарушение, опереться на пункт правил другого нормативно-правового акта.